друзья всем огромный привет lightroom одна из замечательных удивительных и удобных программ для обработки фотографий я думаю мало кто сможет с этим поспорить и сегодня я хочу поговорить с вами о том как ускорить и улучшить работу при обработке наших замечательных снимков сделать навигацию по лайтерам еще более комфортный удобный эффективный и интересный итак 10 самых крутых фишек lightroom который ускорит вашу работу и один секрет который позволит вам привнести ваш lightroom индивидуальности поехали первая оптимизация производительности идем по пути edit preferences правка параметры параметры бывает переведено на русский как предпочтение далее идем performance производительность снимаем галочку в use graphics процессор использовать графический процессор если у вас два и более диска неважно логический или физический выберите в поле выбрать choose другой диск не тот на котором у вас установлена система теперь кэш будет обрабатываться более быстро и не будет занимать ценного для вас рабочего оперативного объема здесь же в поле камера raw кэш настройка кэша raw файлов увеличьте максимальный размер кэш я поставлю 30 гигабайт теперь lightroom будет работать быстрее и это особенно актуально для тех у кого не очень мощный компьютер также периодически запускайте файл оптимизировать каталог файл оптимайз каталог например можете взять за правило это делать каждый раз перед закрытием lightroom вторая фишка использование smart preview вместо оригиналов файлов для того чтобы выполнить данную настройку в меню параметры preference на вкладке производительность performance ставим галочку использовать smart preview вместо оригиналов для редактирования use smart previous in state of original for image edition что это нам даст во первых у нас значительно увеличится производительность и это особо актуально для тех у кого компьютер ну не очень мощный за счет чего это произойдет все очень просто файлы smart preview гораздо меньше чем raw файлы и с файлами smart preview можно работать намного быстрее чем с оригиналами на качество обработки и сохраненного обработанного снимка это никак не влияет вот фрагмент фотографии фрески собора святого марка находящийся в венеции при увеличении до 400 процентов слева обработка оригинала справа smart preview как вы видите нет никаких потерь не в тенях не в светах качество изображения абсолютно идентичная сохранены цвет и текстура разницы в изображении нет никакого еще один плюс для владельцев ноутбуков если вы работаете с фотографиями используйте внешний жесткий диск и когда по какой-либо причине вы его отсоедините ну например отправитесь в путешествие вы сможете продолжить редактирование фотографий на своем ноутбуке благодаря файлам smart preview smart preview создает уменьшенные версии ваших снимков внутри каталога чтобы вы могли продолжить редактирование если отключитесь относительно информации переходим в интерфейс lightroom и так третья фишка автоматическое скрытие панелей если вам дорого свободное пространство при работе с фотографиями кликните правой кнопкой мыши по ленте фотографий вот в этом месте и выберите автоматически скрывать и отображать auto hide and show и когда вот этот треугольник развернут основанием от рабочего поля значит функция авто скрытие включена когда внутрь функция авто скрытие отключена это будет скрывать панель оставив больше места для ваших снимков когда панель понадобится достаточно просто навести на панели она появится также если у вас небольшой монитор или маленький экран ноутбука вы можете серьезно экономить рабочее пространство настроив скрытие левой или правой панели отдельно или той и другой вместе 4 систематизация работы с каталогом изображений используйте горячие клавиши помечайте ваши снимки для систематизации своей работы с каталогом расставляйте необходимые приоритеты и очередность в обработке для этого перемещайтесь по ленте с фотографиями используя кнопки со стрелками и далее используйте кнопки пи чтобы отметить снимок флажком как выбранный ю чтобы снять флажок с изображения цифры от единицы до пяти для оценки снимков в звездах цифрами от 6 до 9 можно использовать для цветной метки снимка совершенно недавно lightroom добавил фиолетовую метку я не нашел какой кнопкой она управляет если найдете вы пишите в комментариях в средней панели в нижнем правом углу есть меню в виде треугольника здесь можно выбрать какие данные отображать в этой строке функций а еще немного правее находится меню фильтр изображений в котором вы можете выбрать какие снимки отображать например отмеченные флажком также можно выставить фильтр который будет отображать снимки с определенными оценками можно поставить больше или равно меньше или равно или равно для классификации изображений по вашему звездочному рейтингу. Например, у меня есть свой алгоритм выкладывания изображений в соцсетях. Я ставлю равно. Фильтрую изображения по четырем звездам, немного подогрею своих зрителей, потом создам небольшую волну ажиотажа, буду делиться пятизвездочными фотографиями. И потом на волне популярности моих пятизвездочных снимков я поделюсь с трех звездочными. Это всего лишь пример, как можно использовать данную функцию. В этом же меню можно отразить кнопку слайдшоу, которая всегда будет у вас под рукой в этой же панели. Пятое. Черный фон. Когда вы хотите рассмотреть снимок более внимательно, сконцентрироваться на изображении, и чтобы вас никакая лишняя информация не отвлекала, используйте помощь черного экрана. Находясь в окне библиотека, library или обработка, develop, нажмите один раз на клавишу L. При этом весь окружающий снимок, интерфейс, станет тусклым. При повторном нажатии фон становится абсолютно черным. И третье нажатие клавиш L возвратит интерфейс в базовое значение. Пространство вокруг снимка затемняется, и он выглядит более ярким, четким и выразительным. Далее мы приступаем с вами к базовой обработке фотографий, и одно из самых важных параметров, определяющих обработку грамотной с технической точки зрения, являются правильно настроенные точки черного и белого. Это фундамент, на котором стоит настройка изображения по гистограмме. Итак, шестая фишка – клиппинг. Клиппинг относится к инструменту контроля над возможными потерями информации в светах и тенях. Потеря информации в тенях и светах может произойти как при съемке, так и во время обработки. В большинстве случаев эту потерю можно устранить. По существу, когда во время постобработки вы переусердствуете, яркие участки будут пересвечены или тени потеряют важные детали. Такой проблемы можно избежать, если до начала обработки нажать клавишу J на клавиатуре, находясь в модуле обработки Develop. Либо кликните на вот эти прямоугольнички в верхних углах гистограммы. Когда эта функция активна, красные участки сигнализируют о пересвеченных местах, а синие дают нам понять о начале потерей деталей в тенях. Регулировкой слайдеров при обработке вы не будете теперь злоупотреблять, если будете контролировать завалы темных и светлых мест изображения. Когда закончили с базовой обработкой функцию клиппинг, можно отключить также нажатием кнопки J. 7. Сетка кадрирования. Режим кропа обрезки также можно активировать очень быстро горячей клавишей, нажав кнопку R. Однако вы, вероятно, не знали о разнообразных сетках, которые можно расположить поверх снимка во время обрезки. Эти сетки выполнены по правилам золотого сечения и помогают применять обрезку с использованием различных вариантов. После активирования режима кропа нажимаете клавишу All для выбора варианта сетки. Размещайте ключевые основные объекты вашей фотографии на пересечении линий сетки, чтобы ваша фотография стала интересней с точки зрения построения композиции. 8. Организация пресетов. Работая с пресетами, со временем вы заполняете панель, в которой они располагаются. В итоге выбирать из этого массива сохраненных настроек все сложнее и не забывайте, что у вас есть возможность создавать новые папки, раскладывать пресеты по папкам и перетаскивать элементы панели для более удобного пользования. Консолидируйте ваши любимые пресеты в отдельную папку и удаляйте те, которые для вас потеряли актуальность. Или откладывайте их в отдельную папку на потом. Возможно, они когда-нибудь пригодятся. 9. Интенсивность пресетов. Некоторые пресеты при применении хотелось бы применить не в полную силу, а какие-то наоборот, применить с более сильным эффектом. По примеру, как работает непрозрачный слоев Photoshop. Такая возможность есть и в Lightroom. Интенсивность пресета можно отрегулировать при помощи плагина Fader. Если вы об этой фишке еще не знаете, установите этот инструмент обязательно. Где скачать плагин Fader и как его установить, посмотрите в видео, подсказка будет сверху. 10. Быстрый переход в Photoshop. Если вам необходимо доработать фотографию в Photoshop, используйте сочетание клавиш Ctrl-E. Это сэкономит для вас очень много времени. Вот, по моему мнению, 10 топовых фишек, которые ускорят и улучшат качество вашей обработки фотографий. А теперь одна дополнительная фишка, которая добавит индивидуальности в интерфейсе вашего Lightroom. Итак, логотип. Идем в окно Edit, Identity, Plate Setup, Редактирование, Личная подпись. С ее помощью можно добавить свой собственный логотип или изображение. Верхний левый угол Adobe Lightroom. В выпадающем меню необходимо выбрать персональный, Personalized. Есть два варианта для личной подписи. Галочка «Графическая личная подпись» «Use a graphical identity plate» позволяет использовать прозрачный png-файл в качестве логотипа. Галочка «Текстовая личная подпись» «Use a style text identity plate» позволит использовать различные установленные системные шрифты, чтобы написать свое имя или бренд. Личная подпись – идеальный вариант. Если вы хотите, например, использовать Lightroom для демонстрации слайд-шоу своим друзьям или клиентам, это определенный эпизод персонализации придаст вашему Lightroom вид брендовой студийной программы. В правой части окна можно выбрать другой шрифт основной панели навигации. И это тоже будет выглядеть индивидуально и оригинально. На этом, друзья, все. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее полезное и интересное видео. Интересных вам сюжетов и больше восторженных зрителей. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok